Я Бушенский Сергей Владимирович, проживаю в городе Муром, Владимирской области, Куйбышево, дом 1Г, квартира 15. Находился на данный момент с 2005 года по 2011 год в ФБУИК-6 Владимирской области, в поселке Мелехово. Со статьей 306 УК РФ ознакомлен. Хочу сообщить следующее средство массовой информации, какой находился беспредел в зоне ФБУИК-6. Непосредственно со мной и со сужденными. На данный момент приятель у меня сидел на 12-м отряде на первом секторе ФБУИК-6, Бойков Вадим. Он поругался с завхозом, и завхоз решил его проучить. Он его перевел на второй сектор, на второй отряд. И там начали с ним происходить непонятные действия. То его начинают с завхоза бить, то его вызывает в штаб, начинает бить администрация. И потом, когда он приходит от администрации в отряд, его опять же вызывают в завхоз и просят с него денег, чтобы он купил 40 мешков цемента на проведение ремонта на секторе. Так как ему нечего было делать, он согласился, чтобы от него отстали. С тем условием, чтобы его перевели назад на первый сектор. Чтобы его не били в дальнейшем. Также завхоз первого сектора с 12-го отряда, Веденеев такой, Андрей, вымогал сосужденных, которые вновь прибывшие. Следующие вещи. Это дорогие сигареты, хорошие продукты питания. Он относил эти продукты питания также к администрации. В отдел собственной безопасности и к умовьям. Чтобы ему давали в неочередную длительную свиданку. Или краткосрочное свидание. Зоны, он поднимается в карантин. И в карантин начинает сразу психическое и физическое воздействие. Их начинает избивать. Если когда человека бьют, осужденного, он с этим крепится и не поддается на их провокации. Они говорят, что мы тебя сейчас изнасилуем. Стаскивают с тебя штаны и пытаются тебя изнасиловать. У каждого человека есть свое достоинство. И осужденный соглашается на требования администрации. Но при этом, если когда осужденный не соглашается на эти требования, начинает его избивать завхозы и дневальные скоптерки. Но потом же вызывает администрацию, и администрация начинает бить у себя в штабе. Когда осужденный подавлен и тому подобное, и с него начинает вымогать деньги. Не только деньги, но и продукты питания, стройматериалы и тому подобное. Чтобы те же самые завхозы жили хорошо. И та же самая администрация. Те же самые завхозы, когда избивают осужденных, и та же самая администрация. Администрация это поощряет, что завхозы бьют осужденных вновь прибывших. Для этого администрация делает тем же завхозам и дневальным некоторые поблажки. Чтобы они жили хорошо там и освободились по УДО. Когда осужденный проходит первообработку в карантине, его поднимают в отряды, в зону. Когда он приходит уже с карантина в зону, в отряд, там уже в курсе все завхозы. И дневальный, что может поиметь тот завхоз, на который отряд поднялся осужденный. Что у него есть? Ну, благосостояние родственников. Что он может, что нет. Если человек нищий, ну, у которого нет ни семьи и ни родственников, с него ничего не берется. А у кого есть родители более-менее благосостоятельные, они начинают с них вымогать. Те же самые продукты, стройматериалы, деньги, бытовую технику. Мотивируя этим, что ты будешь жить спокойно и хорошо, тебя никто не будет здесь трогать. Ну, не будет трогать этой, те же самые завхозы не будут трогать. И та же самая администрация. И при том им обещают, что якобы они уйдут по УДО. За них будет ходатайствовать администрация. Но администрация за них не ходатайствует. Они делают так, чтобы у этих осужденных, кто им платит, строим материалами и бытовой техникой, делают специальные нарушения. И они остаются так же сидеть там, чтобы с них больше взять еще денег. Также, когда я общался с некоторыми осужденными, когда они вновь пребывали в карантин, их избивали и пытались изнасиловать, чтобы они подписали новое уголовное дело. Независимо от того, хочет он этого или не хочет. Они им говорили, ты получишь за это все равно незначительный срок. Месяц-два, а нам будет премия и раскрываемость преступлений. И это происходило со многими. Просто некоторые до такой степени были запуганы, что они боялись рассказывать тем же самым осужденным и даже своим родителям. Из-за того, что просто боялись администрации и тех же самых завхозов карантина, и завхозов отрядов. Потому что хотели те же самые завхозы, изнасиловать их. И какой человек может жить, когда у каждого же человека есть своя честь и свое достоинство. И им приходилось подписывать новые уголовные дела. Все действия осужденных, которые завхозы, дневальные, все это сопровождается поощрением администрации. Администрация это поощряет. Все. Так как, когда приезжает комиссия какая-либо, хоть прокурорская проверка, хоть комиссия по правам человека, осужденные боятся просто что-то сказать. Все осужденные говорят, что у нас все хорошо, что у нас все отлично. Так же это и родители говорят. Потому что и родители запуганы, и сами осужденные запуганы. Если мы скажем, что вот здесь вот так вот так вот очень все плохо, то нас вызывают также в администрацию и начинают бить, избивать, пытаться изнасиловать и тому подобное. И осужденные просто боятся. И они не знают, как дальше жить там. И они ведутся на администрацию. А также все осужденные, которым угрожают и тому подобное, просто боятся что-либо сказать против администрации. Что администрация говорит, осужденные делают. Просто осужденные запуганы до такой степени, что им просто нет выхода, говорить то, что им говорит администрация. Все бесчинство, вымогательство, произвол и беззаконие, сопровождается поощрением администрации и также завхозами и дневальными ФБУК-6. Они все, все завхозы и дневальные, и администрации держат в страхе всю колонию. Я, Бушенский Сергей Владимирович, когда находился там, и когда-либо приезжала какая-то комиссия, я просто боялся говорить правду. Так как я боялся за свое здоровье и за свою жизнь в полном смысле. Потому что меня могли или убить, или просто изнасиловать. И также, которые сейчас там находятся осуждены, они также боятся за свою жизнь и за свое здоровье. потому что их могут избить, изнасиловать и тому подобное. И я сейчас говорю правду и не знаю, что в дальнейшем произойдет со мной. Я открыто заявляю, помогите, пожалуйста, всем осужденным, которые находятся в ФБУК-6, с этим беспределом, чтобы хотя бы восторжествовала справедливость к закону Российской Федерации, который на данный момент есть. просто осужденные уже боятся там находиться. Помогите нам. Не, я даже сейчас боюсь, что я вам говорю, не знаю, что дальше со мной произойдет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.